добрый вечер уважаемые друзья добрый вечер коллеги и партнеры наверное продолжение услышанного сейчас перед нашей презентации скажу вам всем привет переводе французского соли да вот хочу вижу что у нас активные люди есть из белоруссии на рыч минск молдова бендеры и же в тольятти хорошо что у нас люди сегодня скажем так географически разброса ну по крайней мере тольятти плюс один час москве вот и жевск мэрон по московскому времени живет беларусь тоже как бы как москва москва и минск в одном времени живут если есть еще из других регионов будут здорово если вы написали и слышно как меня слышно видно плюсики если все хорошо поставьте пожалуйста вот мы с вами находимся скажем так спасибо с вами находимся и живем наверно в очень интересное время да и вот эта предстоящая неделя которая нас всех ожидает сегодня она началась я вас с этим хочу поздравить иркутск приветствуем иркутск сколько у нас разница плюс 4 плюс 5 на 1 часов с москвой да то есть фактически людей сейчас уже десять вечера почти вот плюс 5 да значит я угадал вот и на этой неделе состоится фактически два важных мероприятия в жизни нашего проекта мы об этом с вами сейчас поговорим но я буквально два слова о мероприятии которые сейчас у нас с вами проходит это презентация компании skyway капитал она традиционно да хотя скажем так мир ни одной похоже не бывает информация дается в общем ключе примерно одинаковое но как правило новости озвучиваются разные да но суть остается той же первая часть на которой ознакомим наших партнеров потенциальных партнеров с информацией о том кто мы да что за технологии с которым мы сегодня работаем такую которую выводим на мировой транспортный рынок и вторая часть это предложение компании skyway капитал это больше относится к миру инвестиций к миру получения дохода до первая часть больше она информационная в плане того что из себя представляет транспортная технология в планах которой точнее генерального конструктора который завоевать 30 50 процентов мирового транспортного рынка уже ближайшее время вот это очень большая емкость до транспортный рынок занимает даже скажем так очень важное место в жизни каждого человека практически да где-то процентов 95 людей зависит от транспорта я не беру скажем далекие племена которые живут на островах как она в принципе для транспорта нужно какие-то небольшие суденышки чтобы они могли ловить рыбу там и так далее да вот ну и люди проживающие скажем так пустынях африки вот и каких то скажем так джунглях амазонии но в целом каждый человек который каждый день куда-то передвигается на работу кто-то любит путешествовать и так далее тема транспорта у нас всегда стоит остров мало того транспортной системы которым мы сегодняшний день используем своей повседневной жизни насчитывают довольно продолжительное время до по использованию по их созданию например водный транспорт действительно люди уже используют несколько тысяч лет вот колесо тоже довольно давно используют наши предки да и мы с вами в том числе но такие виды транспорта как железнодорожные автомобильные и авиационные появились принципе если так посмотреть в историю человечества не так давно хотя все мы больше 100 лет но всякие транспортные системы которые мы используем они далеки от таких понятий как абсолютно безопасность доступность по цене потому что с каждым годом транспорт дорожает до комфортность скорость передвижения это логическая частота этих видов транспорта все это скажем так оставляет желать лучше хотя каждый год совершенствуются эти транспортные системы выпускаются более экономичные виды автомобилей которые выбрасывают меньше гадости и сжигают меньше бензина например на 100 километров да и так далее так далее на железной дороге пытаются каким-то образом решать вопросы все больше переходить на электрическую тягу но это в принципе не так дешево вы знаете да чтобы провести электричество целый ряд регионов на той же самой россии это большие большие проблемы и плюс ко всему еще хотелось бы добавить мы говорим действительно в основном о транспорте но струнные технологии которых у нас идет речь они включают себя более наверно широкое понятие потому что струнные технологии генеральным конструктором которых является натуре дарочиницкий который видите сейчас на сайте это также предполагает строительство высотных зданий статьи строительство зданий коттеджного типа для проживания сильнее комфортного это строительство взлетно-посадочных полос аэропортов аэродромов это строительство мостов это строительство струнных портов которые могут быть весь вынесены в акваторию озер морей океанов что экономит огромное количество денег скажем так на строительство возведения данных инфраструктурных сооружений ну экономит огромное количество денег и при погрузке и разгрузке то есть та концепция которую предлагает анатолий дарочиницкий она решает огромное количество проблем плюс ко всему теория и в дальнейшем будет практика развития линейных городов строительства линейных городов которые будут строиться вдоль путевой структуры skyway неважно высокоскоростная это линия городская там да или вдоль грузовых не знаю потому что у нас все три сегменты транспортного рынка задействованы да то есть транспорт будет строиться и сегодня идет строительство на территории нашего тестового полигона как раньше мы называли тестовый участок сегодня 5 технопарк трех сегментов это грузовой skyway и предполагаемая скорость передвижения транспортных до 120 километров в час это городской skyway со скоростью от 50 до 150 в зависимости от необходимости да и высокоскоростной междугородный международный skyway который будет перемещаться со скоростью до 500 километров в час об этом у нас идет с вами речь буквально два слова о человеке который когда-то в голове которого родилась идея создания струнного транспорта да вот анатолий дарыч и низкий родился на территории бывшего советского союза на территории республики беларусь сегодня до гонорескоп область тот населенный пункт в котором он родился его сегодня практически нет на как мы говорим на карте земли потому что это зона отчуждения после черновой skyway и так далее вот первое образование которым получил свою жизнь это инженер транспорта второе патентное право изобретательства третье это проектирование строительство высотных зданий инфраструктурных сооружений то есть внутри высших образования которые он сегодня использует во благо своей технологии до за время разработки внедрения технологий руководил дважды проектами организации обменных наций по программе он хабитат стал членом федерации космонавтики сср который одна из первых призналась и перспективность необходимость до развития и создания технологий трудного транспорта для применения на территории советского союза еще тогда за все время работы скажем так научных учреждениях в транспортных где он работал до более 140 изобретений 18 монографии более 200 научных работ с большим количеством которых вы можете познакомиться непосредственно на сайте www.unitsky.com так он называет это сайт инженера юницкого там есть материалы видеоформате два фильма об анатолии дарочи низком один снят был еще при советском союзе вторую же когда беларусь стала самостоятельным государством там есть большое количество печатных материалов много информации скажем так касаемо технической стороны вопроса поэтому если вы являетесь человеком скажем так с пытливым умом то вы можете легко зайти на этот сайт почитать информацию разобраться получите ответы фактически на все свои вопросы там информации было очень много и сейчас есть очень много да и в принципе для тех кто действительно роль глубоко пожалуйста вы можете заходить и разбираться данной транспортной системы потому что все таки мы больше говорим о транспорте до струнных технологиях я сказал целом это довольно широкий спектр применения а больше действительно мы говорим о транспорте и мы промышленные экземпляры они уже готовы к тому чтобы глаза человека увидели что это такое да так вот преимуществу транспортных систем созданной анатолий дарочи низким гораздо больше чем то что вы видите на данном слайде вот раньше я говорю что мы очень долго останавливались на истории развития струнных технологий по каждому преимущества очень много говорили но сейчас был снят скажем так создан очень хороший ролик который демонстрирует что из себя представляют технологии с одной стороны до показывает пару ключевых событий последнего времени и плюс ко всему еще кратко представляет компанию skyway capital поэтому я вам предлагаю с этим роликом ознакомиться потом мы пройдемся по основным ключевым моментам развития струнной технологии чуть-чуть поговорим о том что у нас сегодня уже есть да и чего нас ждет ближайшие несколько дней мы перейдем к инвестиционным предложениям компании skyway capital я вас ненадолго оставлю на 80 небольших минут и потом дальше с вами будем двигаться по вебинарам немного осталось людей которые бы совсем не слышали о skyway однако даже те кто что-то знает полагают что это нечто далекое фантастическое не имеющие лично к ним никакого отношения мы расскажем о технологии skyway и ее применение чтобы всем стало ясно что это дело касается каждого из нас что же такое skyway это проект транспортной системы основанной на применении рельсов особой конструкции располагающихся над землей по сути это похоже на метро только не подземная а надземная именно такое решение позволит качественно решить проблему перемещения людей и грузов по всей планете существующая транспортная система это самое опасное изобретение за всю историю она убивает человека разрушает почву загрязняет воздух тяжелыми металлами и ядовитыми веществами поднятие путевой структуры над поверхностью земли исключит столкновение подвижного состава с различными помехами и живыми существами и позволит обеспечить максимальный землеотвод поддорожную инфраструктуру транснет станет не только транспортной но и коммуникационной сетью по которой эффективно безопасно и экологично будут перемещаться пассажиры грузы энергия и информация поэтому сеть транснет будет настолько эффективной что способна будет окупить свое создание уже только за счет своей многофункциональности струнный транспорт полностью разрабатывается в соответствии с требованиями стандартами оон ес и российской федерации и министерство транспорта российской федерации признала технологию струнного транспорта юницкого инновационной перспективной и поручила совместно с отраслевым центром импортозамещающих технологий на транспорте приступить к тестированию создателем струнной технологии положенной в основу skyway является ученый изобретатель юницкий анатолий эдуардович почти 40 лет он работал самостоятельно но для проведения тщательных конструкторских расчетов и ускорения работы над проектом на базе группы компаний skyway было создано одноименное проектно-конструкторское предприятие сегодня здесь работает около ста семидесяти конструкторов дизайнеров архитекторов и штат предприятия постоянно увеличивается разработано четыре вида транспорта легкий городской грузовой и высокоскоростной городской skyway комплекс это рельсо струнная транспортная городская эстакада юнибус транспортная инфраструктура включающие пассажирские станции пассажирский транспорт может быть навесной и подвесной высокоскоростной skyway комплекс это высокоскоростная междугородняя рельсо струнная транспортная эстакада высокоскоростной междугородний подвижной состав на стальных колесах и транспортная инфраструктура, включающая пассажирские станции. Грузовой Skyway Complex – это рельсострунная транспортная эстакада. Грузовой подвижной состав Unicar и инфраструктура, включающая автоматизированные погрузочные и разгрузочные терминалы. Может быть подвесным и навесным. Легкий транспорт Unibike – минимизированное подвесное колесное транспортное средство на стальных колесах с возможностью движения от мускульной силы пассажиров в дополнение к бортовым и внешним источникам энергии. Первостепенной задачей для всех нас является завершение строительства демонстрационно-испытательного комплекса технологии Skyway «Эко-технопарка» и осуществить сертификацию. «Эко-технопарк» – действующий промышленный образец технологии Skyway. В нем будут представлены тестовые участки трех видов транспортно-инфраструктурных комплексов. В конце 2016 года в Берлине прошла международная ярмарка транспортной техники и транспортных систем Innotrans, участником которой являлась наша компания. На выставке были представлены два промышленных образца подвижного состава Skyway – Unibus и Unibike. Также на нашем стенде можно было увидеть мотор-колесо и охранный модуль, который предоставляется потребителю в составе интеллектуального ограждения. Уникальные экспонаты вызвали большой интерес как у профессионалов в сфере транспорта, так и у обычных посетителей выставки. Выставочный стенд Skyway стал одним из самых популярных на выставке Innotrans 2016 и вошел в топ 60 самых посещаемых из 4000 стендов. По общему мнению специалистов из разных стран, все представленные технологии являются инновационными, уникальными. По мнению Криса Принципи, американского финансового эксперта и владельца журналов Financial IT и FinFuture, технология Skyway может стать своеобразным интернетом транспортной сферы, соединив в себе не только влияние на социальную сферу, улучшение финансового положения граждан за счет снижения стоимости грузовых и пассажирских перевозок. Выставка Innotrans 2016 ознаменовалась рядом важных встреч, в ходе которых о желании сотрудничать заявили представители сразу нескольких крупных компаний, работающих на рынке транспортных услуг. По словам заместителя генерального директора по развитию Skyway Виктора Бабурина, заинтересованность проявили представители Индийской железной дороги, делегации из Катара, Германии, Филиппин и других стран. По итогам выставки можно с полной уверенностью заявить, что транспортный мир принял небесные дороги Юницкого и в скором времени дороги Skyway начнут строиться по всему миру. Многие мировые организации отметили новизну решений и обоснованную пользу струнного транспорта. Технологии уже заинтересовались многие российские, иностранные корпорации, чиновники, предприниматели, крупные инвесторы, финансовые группы, фонды, государства. На данный момент компания получила более 20 предзаказов из разных уголков планеты. Одними из первопроходцев в этой области стали австралийцы. Строительство 500-метрового участка трассы будет осуществлено на территории университета Флиндерс в городе Аделаида под руководством Рода Хука, экс-главы департамента транспорта и руководителя компании RHA. Для вывода технологий на мировой рынок было принято решение о финансировании проекта методом краундинвестинга. Для этого были созданы инвестиционные фонды и компании, специальные платформы, одной из которых является компания Skyway Capital, которая также привлекает средства инвесторов. При этом каждый инвестор компании автоматически становится ее акционером-совладельцем, приобретая собственную долю в компании с большим дисконтом. Для реализации проекта Skyway работа была разбита на 15 этапов, от создания проектной документации до демонстрации заказчикам тестовых экземпляров. Был рассчитан необходимое количество акций, трансфер которых покроет затраты на реализацию каждого этапа. Чем выше порядковый номер этапа, тем ниже размер дисконта, с которым можно получить долю компании. Так как выполнение каждого последующего этапа увеличивает рыночную стоимость технологии, снижает риски и, соответственно, уменьшает размер венчурной премии бонуса за риск, чем по своей сути является дисконт. Всего людей, принимающих участие в проекте Skyway, более 300 тысяч человек. Присоединяйтесь и вы. Станьте причастным к крупнейшей транспортной корпорации, технологии которой вскоре изменят мир к лучшему. Это важно для каждого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, друзья, ролик, который подемонстрировал, кратко сжато и, в принципе, достаточно понятно, что из себя представляет технология, разработанная Анатолий Дарачем Ленинским, что из себя представляет... Кадр, который хотел показать вам в конце, он всплывает периодически, когда пытаюсь перелистать на презентацию. Что из себя представляет технологии, какие у нее преимущества по отношению ко всему тому, в принципе, о чем мы с вами говорили первые 5-7 минут вебинара. Вот сейчас у нас в Москве должна начаться зима снова. Была зима, потом снова стала осень, весна, потом снова зима. И вот когда начнется зима, вот сейчас должен пойти снег, начнутся проблемы с транспортом. Возможно, это знакомо всем вам, проживающим в разных городах и в разных странах. То есть зимой почему-то мы всегда сталкиваемся с тем, что идет снег, да, и это большая-большая неожиданность для наших властей. Транспорта стало больше. Соответственно, люди будут добираться домой по 4-5 часов, ну, по крайней мере, в Москве и в Подмосковье. Вот. И чтобы этих проблем не было, сегодня как раз-таки готовится демонстрация первого действующего промышленного образца, созданного по технологии, о которой вы видели сейчас в ролике. И все это будет происходить на этой неделе. На данном слайде вы видите краткую историю развития струнных технологий. Сразу хочу сказать, что струнные технологии имеется в виду это то, что началось с первой заявки на изобретение на первом этапе развития струнных технологий в 77-м году. И то, что, скажем так, развивалось где-то по 2013 год. С 2013 года, когда было принято решение, это уже четвертый этап развития струнных технологий, оценить интеллектуальную собственность Юницкого, что было сделано, она была оценена за все вот эти годы наработок, то есть все, чем владел Анатолий Дартович Юницкий, было оценено независимыми компаниями в более чем 400 миллиардов долларов США. И было принято решение прекратить, да, потому что очень долгое время, с 77-го по 2013-й, то есть прошло фактически 30 с лишним лет, да, вот. И были плюсы различные, были, скажем так, моменты радостные в развитии технологий струнного транспорта, ну, были, скажем так, и печальные моменты, благо, что все-таки существуют люди, у которых есть идея, у которых есть рвение, скажем так, вывести в свет и показать всему миру, что действительно то, что ты хочешь предложить, оно нужно всем, вот, они не останавливаются на том, когда происходят какие-то неудачи. Это случилось на третьем этапе развития струнных технологий, но мы находимся на четвертом этапе, когда было принято решение после оценки начать двигаться по системе краудинвестинга и обратиться к обычным физическим лицам, простым людям, таким, как мы с вами, с предложением стать совладельцами технологий, которая оценена в сумасшедшие деньги, 400 миллиардов, это очень приличные деньги, вот. И стать владельцем этой компании, стать владельцем части собственности этой компании, да, на выгодных условиях, потому что было предложено приобрести, скажем так, за небольшие деньги большое количество долей. То есть доля это не совсем акции, акциями они могут стать тогда, когда компания начнет уже работу на мировом транспортном рынке, на рынке инвестиций. Вот, сегодня это доля компании, то есть вы становитесь владельцем какой-либо доли, у нас есть разные возможности на разный кошелек, да, стать совладельцами данного проекта, данной компании, крупнейшей в мире транспортной компании, как предполагает Анатолий Дарчевницкий. Вот, это было с 13-го года и название SkyWay, по сути дела, это было принято решение назвать так технологией в 13-м году. Небесные дороги, SkyWay, Sky-небо, Way-путь, либо дорога. А до этого был третий этап, на котором технологию узнал весь мир, потому что Анатолий Дарчевницкого, благодаря содействию генерала Лебедя, бывшего, да, Александра Лебедя, который был на тот момент, губернатором Красноярского края, в подмосковном городе Озера, был построен полигон, 170-метровая эстакада, на которую взбирался более чем 12 тонн изил, по 31 стальных колесах. В этот момент целый ряд делегаций из разных стран посещали полигон, структуры государственные, имеющие отношение к транспортной отрасли, приезжали, давали свои экспертные оценки и заключения, и некоторые перечень у нас там дальше на слайде будет, этих структур. Вот. Именно в это время о технологии много говорили на телевизионных каналах, прессе. Анатолий Дарчевницкий принимал участие в различных мероприятиях, касаемых развития науки, техники и транспорта, в первую очередь, где получал золотые медали, дипломы и различные премии. Например, две премии в номинации «Проект года в транспортной отрасли» под названием «Золотая колесница». Одна из них на меня смотрит каждый день. Я в свой кабинет и выглядываю, а она у нас в мебели стоит. И большое количество инвесторов, которые были проездом, либо наши московские жители Москвы и области, которые посещали наш московский офис, имели возможность фотографироваться с данной реликвией, которая входит в историю развития струнного транспорта. Далее, на третьем этапе развития технологий, который был с 2001 по 2009 год, были даже заключены государственные контракты на строительство дорог в целом ряде регионов Российской Федерации. Был выделен второй Грант ООН, потому что первый был выделен с 1995 по 2000, когда у Анатолия Дарчевича была своя научная школа в Санкт-Петербурге, и там он занимался в первую очередь вопросом на аэродинамике, будущего подвижного состава. Большое количество продуктов, испытаний в аэродинамической трубе. Именно с 1995 по 2000, на втором этапе развития струнных технологий в целом, был получен первый Грант Организации Объединенных Наций. Ну и первый этап он узнаменовался тем, что именно тогда первое заявленное изобретение, научные публикации, в 80-е годы первая научно-практическая конференция, посвященная тематике внеракетного освоения космоса и струнному транспорту в том числе. Тогда был получен Грант Организации под названием Советский Фонд Мира. То есть была выделена небольшая сумма на развитие данной технологии. Сегодня же мы на четвертом этапе. В период с 2014 по 2017 год у компании существует бизнес-план, состоящий из 15 этапов по выведению данной технологии на мировой транспортный рынок. И соответственно при выведении ее на транспортный рынок мы выходим с пакетами долей компании на рынок инвестиций. И все это спланировано. Сегодня мы находимся уже на восьмом этапе развития. То есть по сути дела мы перешагнули за середину. То есть 7 этапов, потом 7 этапов. Мы находимся на восьмом. Как я сказал, мы уже очень близки к тому, чтобы продемонстрировать в действии, что из себя представляет данный транспортный рынок. На третьем этапе произошло еще одно событие, которое, скажем так, по идее не должно было случиться, потому что технология развивалась после того, как были опять же Грант ООН, заключение контрактов о строительстве. Представление данной технологии президенту страны на тот момент был Медведев. Это происходило в Ульяновске, на госсовете, на котором присутствуют губернаторы всех регионов России и министр профильных министерств. То есть губернатор Ульяновской области предложил развивать данную технологию. Медведев не то чтобы посмеялся, но отнесся к этому с одной стороны с юмором, с другой стороны серьезно. Было дано распоряжение Минтрансу изыскать около миллиарда рублей на развитие технологий. И, к сожалению, через неделю буквально после того, как закончился госсовет, не стало полигона в озерах, потому что проще было его закопать, чем искать миллиард для развития конкурента. А вы знаете, что у нас есть целый ряд государственных транспортных структур, на которые выделяются ежегодно миллиарды рублей. Многие из которых закапываются откровенно, либо исчезают. На данном слайде вы видите короткий перечень тех структур, которые давали свои экспертные оценки и заключения, на самом деле и гораздо больше. Тут, наверное, ключевые такие, как Гострой России, Институт проблем транспорта Российской Академии Наук, тот же Минтранс и Министерство экономики. Про организацию обменных наций мы говорили. За все время было получено порядка пяти десятков патентов на те нау-хау, которые юмидский использует в своей технологии. Но, как он часто заявляет, что в принципе ничего нового он не создал в большинстве своем. Он многое, что было известно человечеству в разных направлениях объединил в одну технологию, и в итоге получилась инновационная технология. Конечно же, где-то может лукавить, потому что есть вещи, которые он придумал сам. И сегодня это все реализуется. 2014 год ознаменовался еще тем, что именно в 2014 году появилось предприятие в городе Минске, после международной конференции, которая прошла в городе Минске. И там появились первые инженерные конструкторские кадры в 20-х числах мая 2014 года. Ну и далее, по сути дела, шла полномерная работа по привлечению инвестиций и подготовка и поиск участка местности, на котором мы будем осуществлять строительство. И в 2015 году, в ключевом фактически году, в переломном, это произошло. В начале года определились с участком. Бывший конкадром, далеко от Минска, это Пуховичский район, недалеко от города Марина-Горка. И принято решение было бороться за этот участок земли. И 22 июня на аукционе, который состоялся в Республике Беларусь, участок местности порядка 36 гектар, немногим мигом, был закреплен за предприятием струнной технологии, которое сегодня возглавляет генеральный директор этого предприятия Анатолий Горасчуницкий, он же генеральный конструктор струнного транспорта в целом, струнных технологий. Далее, в этом же 2015 году ключевым событием можно назвать старт работы компании Skyway Capital, это был 24 февраля 2015 года. Была первая конференция, у нас проведена презентация, еще тогда с офиса, который у нас находился в магистраль плазмы, далеко от метро Беговая. Далее, в 2015 году прошел, ну скажем так, были проведены целый ряд раундов переговоров с потенциальными партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов и из Аравийского полуострова в целом, и из Южной Америки. Плюс ко всему, когда мы получили уже, скажем так, участок местности в свои руки, это было 29-го занесено запись в регистр недвижимое имущество Республики Беларусь, да, в июле состоялся субботник 17-го числа, на котором практически все сотрудники нашего минского предприятия, и московские сотрудники, и даже партнеры, вот такие, из Киева приезжали, наводили порядок, то есть убирали мусор, который был на этом участке и так далее. Дальше пошла плановая разработка данного участка местности, сначала изыскательские работы, в августе уже начались первые работы, скажем так, по планированию на местности, потом начал, был вырыт первый котлован по танкерной опору, который сегодня уже заряжается по тому, что там заканчиваются работы и будет узлом, да, нашим SkyWay, откуда и вокзалом, и, скажем так, логистическим центром, вот. Далее, что еще важного состоялось в пятнадцатом году, сентябрь месяц, это приезд рода Хука, которого вы видели в ролике, он сегодня возглавляет наше австралийское предприятие, вот, и занимается активным внедрением нашей технологии на территории Австралии, это было в сентябре, и также в сентябре был получен так называемый международный инвестиционный код ценной бумаги, iSIN, процедура, которую прошли все компании, акции которых сегодня на рынке копируются международным, да. Плюс ко всему, октябрь месяц, закладка нулевого километра дороги SkyWay, то есть тому месяцу, к тому времени уже, скажем так, был выполнен целый ряд работ, заложен фундамент будущей анкерной опоры, вот вы видите, да, и состоялась международная конференция, на которой присутствовало порядка, ну, там, нескольких десятков наших инвесторов, там, до сотни. Анатолий Дарыч отчитал своего проделанной работе за все это время при увеличении инвестиций и рассказал в ближайшем плане. В ноябре месяце пятнадцатого года тоже состоялось важное событие, потому что руководство нашей компании приняло решение привлекать инвестиции посредством пакетов долей компании, реализуемых в рассрочку. Это удобно нашим инвесторам, потребителям, да, скажем так, наших услуг сегодняшних. Вы можете стать совладельцами пакетов долей компании, которые есть в наших прайс-листах, потому что вы можете незначительные деньги ежемесячно инвестировать нашу компанию и на выходе получить солидный, скажем так, пакет долей компании. То есть там тысяч, где-то десять тысяч, двадцать тысяч, сотни тысяч, да, и до миллиона. То есть все зависит от того, какой пакет вы выберете и что вы для себя определите. Компании это удобно, потому что наперед мы можем смотреть там на восемь, девять, десять месяцев вперед. Если люди оформляют рассрочку, то примерно можно видеть, какие суммы денег нам, по крайней мере, минимум придут. И, соответственно, из этих денег уже отталкивается железно, можно выполнять целый ряд работ, которые нужно профинансировать при реализации каждого из этапов выведения технологий на мировой транспортный рынок. То есть в каждом этапе, там, пятом, шестом, седьмом, восьмом предусмотрен определенный перечень работ. Работа с заказчиками, работа, скажем так, с оборудованием, которое нужно создавать, да, монтаж уже там конструкции на территории технопарка и так далее. Все это стоит денег. И вот на это деньги нам нужны, мы их привлекаем и сразу, скажем так, направляем в реализацию. Ну и мы с вами находимся в шестнадцатом году. Целый ряд событий шестнадцатого года вы видели в ролике. Данные, я думаю, вы документ видели, да, это признание технологий инновационными Минтрансом Российской Федерации. Рабочий совет, рабочая, скажем так, группа того же экспертного совета в марте месяце признала технологию перспективной для использования территории Российской Федерации. Руководство нашей компании в начале шестнадцатого года планировало построить грузовую и городскую трассу SkyWay. Параллельно шло строительство легкой трассы, причем сама идея строительства, скажем так, легкой трассы Unibike она родилась после того, как уже пришли первые инвестиции. Это где-то, наверное, даже ближе к концу четырнадцатого года родилась идея создания легкого транспорта, который может двигаться, скажем так, при помощи физических усилий людей, либо там при помощи двигателя мотор-колесо, который на нем тоже будет использоваться. И, кстати, этот транспорт будет вот-вот уже в ближайшее время продемонстрирован в движении, что он из себя представляет. Также планировалось начать строительство высокоскоростной трассы. 23-24 апреля планировалось провести экофестиваль, который с успехом прошел на территории Республики Беларусь, в городе Минске, на территории Экотехнопарка. Ну и в феврале месяце мы получили, скажем так, приглашение руководством нашей компании Анатолия Дарвич Юницкий от устроителей мероприятия под названием «Инотранс», о котором тоже в ролике много говорилось. То есть планировалось провести два мероприятия. Мероприятие «Инотранс» прошло с большим успехом. Опять же, в нашем видеоматериале вы видели, что и говорилось, что наш стенд вошел в 60 наиболее посещаемых. Но после этого пошла целая цепочка мероприятий, которые как бы в начале года и не планировались. Потому что нам казалось бы, что нам и двух этих хватит вот так вот успеть бы все сделать. Буквально через пару недель с 4 по 6 октября в Беларуси в Манеже в Крытом на проспекте Победителей прошла выставка под названием «Белорусская транспортная неделя» либо «Транспортная логистика 2016». В ней приняли участие порядка 80 предприятий из 9 стран. Наш стенд посещал первый заместитель премьера Республики Беларусь, министр транспорта Республики Беларусь, Польши, Литвы. То есть, в принципе, данное мероприятие дало нам, скажем так, еще один толчок к развитию нашего проекта. На следующей же неделе состоялся Белорусский энергетический экологический форум, в котором наша компания тоже принимала участие. Там уже участников было порядка трех сотен и из 14 стран были представители. Министр транспорта, точнее, министр энергетики Республики Беларусь сказал, что он будет оказывать всяческую поддержку. Обращайтесь, будем помогать вам реализовывать данную технологию. Плюс ко всему, по опросу посетителей данного мероприятия, не специалистов, которые просто приходили смотреть, что и как, наш тем был признан самым интересным. Эта информация пришла где-то дней через 7-10 после окончания. Подбили итоги опроса посетителей данного мероприятия. Параллельно пять дней в городе Мельбурне в Австралии проходил 23-й Всемирный конгресс интеллектуальных транспортных систем под таким названием. Там были представители более чем 60 стран. Наши технологии там представляла Ротху как руководитель нашего австралийского предприятия и специалисты компании Ауркон, которые посетили вместе с Родом Хуком в июне месяце территорию нашего КБ. Познакомились с Анатолием Дарычем Юницким. Это компания, которая занималась проектированием и реализацией, в том числе и они, строительства самого высокого на сегодняшний день в мире небоскреба, Бурж-Халифа. То есть компания серьезная, которая, скажем так, не берется... Ну, во-первых, они дорожат своей репутацией, да, то есть серьезные компании, которые берутся за реализацию чего бы то ни было. Вот к ним относится компания Ауркон и она сегодня сопровождает развитие проекта SkyWay на территории австралийского континента. То есть это очень радостно и очень перспективно, да. Далее, мы раньше действительно еще вот, например, март-апрель месяц даже, да, мы очень радовались, когда в какой-либо прессе, на каком-либо информационном портале появлялась информация о нашей компании, либо о развитии технологий. Мы этому очень радовались, хлопали в ладоши, прыгали чуть ли не до потолка. Вот. Потом это стало происходить чаще, потом это стало происходить не в телевизионных каналах, радиостанция, скажем так, и в центральной прессе, как интернет-издания, так и в печатной прессе. Сейчас же фактически каждый день выходит информация о том, что есть такая технология, что она близка к реализации, что Беларусь развивает, скажем так, транспорт будущего и так далее, и так далее. На данном слайде вы видите, ну, наверное, важный момент, в ролике о нем говорилось, Крис Принципе, который был показан в ролике, на крупном международном банковском форуме, который проходил в Швейцарии, там собирались банкиры, они обсуждали, скажем так, тема была эта работа системы SWIFT банковских переводов, да, и там было рождено 3000 экземпляров журнала FinFuture, который издает Крис Принцип и является его издателем, где, по сути дела, там, чуть ли не в самом начале, статья об Анатолии Городчевнецком о нашей технологии. Плюс ко всему, там, центральное уже телевидение Белоруссии, вот, телевидение целого ряда стран Европы, да, рассказывало о технологии SkyWay, что это перспективный транспорт, на который стоит обращать внимание с целью развития в тех регионах, где об этом говорится. Свежая информация, которая, в принципе, не была размещена на наших сайтах, но, тем не менее, белорусское здание MyFin, вчера, буквально в субботу, точнее, да, попала статья непосредственно из индийской, индийский средств массовой информации, то, что белорусское предприятие строит 12-километровый город, ой, дорогу между городами Дармсава, да, там Дармхсава, то есть, они немножко по-разному переводятся, и Маклендадж. Место, где огромное количество людей каждый день, потому что там находится резиденция Далай-Лама, и транспортная проблема там стоит очень остро. И данная технология, как никогда, подходит для тех условий, которые гористы местности, и так далее, да. И специалисты нашей компании планируют к концу февраля 2017 года выдать уже решение технологическое. Далее, мы раньше говорили, показывали этот слайд, что начался монтаж ферм высокоскоростной трассы городской, да, которая будет потом продлена до 15 километров, потому что на мероприятии под названием «Транспорт и логистика-2016» Анатолий Дорошиницкий заручился поддержкой первого вице-премьера Республики Беларусь о ходатайстве предоставления как раз-таки вот этого участка земли, чтобы мы могли продемонстрировать возможности высокоскоростного скользить. Ну и сейчас я, наверное, просто включу короткий ролик, он займет где-то пару минут, как раз-таки про монтаж этих ферм, то, что сейчас делается, а потом мы перейдем уже предложение компании Skyway Crypt. Субтитры подогнал «Симон»! 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 «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Даже странно, может быть из-за того, что ролик не до конца закончил играть Я включился, но тем не менее Итак, коллеги, уже завтра состоится первая демонстрация транспорта Skyway Завтра руководитель нашей компании Евгений Кудряшов уже уехал в город Минск И завтра будут первым людям, которым будет дано это увидеть Это будут люди, относящиеся к чиновникам, к министерствам транспорта К тем, кто готов вкладывать немаленькие деньги в развитие нашего проекта Высокая вероятность такая, что после демонстрации данного вида транспорта У нас появятся те самые крупные инвесторы, о которых уже рассказывают год и так далее Все это ждут Мало того, в среду, потому что уже вчера начался монтаж в Москве В Москве состоится среда, четверг, пятница выставка под названием «Транспорт России» Которая входит в форум, тоже транспортной недели, который начался 26 числа То есть там проходят конференции, там проходят какие-то совещания у транспортников и так далее А с 30 по 2 число будет проходить выставка в Москве Ну и целый ряд специалистов нашей компании будут присутствовать на стенде Поэтому если среди вас есть москвичи, подмосквичи Вы легко можете зайти на сайт у строителей данного мероприятия Зарегистрироваться и вам на электронный адрес пришлют приглашение С которым вы приходите на выставку Вам там дают бейджик и вы ходите по этой большой площади Кстати, очень важный момент на этом мероприятии, которое будет проходить в Москве Как это, волей и судеб, или я не знаю как Мы находимся, знаете, вот находимся здесь мы в углу Чуть выше нас Минтранс, чуть левее Ространснадзор А вот так вот по диагонали, там через переход, да, Росавиация Вот, и Skyway Мы будем демонстрироваться здесь в Москве Итак, непосредственно компания Skyway Capital Да, как я говорил, она работает с 24 февраля Задача вообще компании, это работа с информацией с людьми Задача привлечения инвестиций Привлечения инвестиций с целью финансирования строительства от того, что вы сейчас видели Да, но это только начало возведения высокоскоростной Если вы внимательно смотрели ролик, то вы обратили внимание, что там вдалеке Показаны уже, скажем так, натянутые струны легкой трассы На которой завтра будет осуществлена демонстрация В Москве действующие модели на выставке показываться не будут Потому что одновременно находиться в Москве и в Беларуси они не могут Не могу обещать, но высока вероятность, что кто-то из руководства нашей компании После окончания демонстрации может появиться в последний день нашего мероприятия в Москве На нашем стенде Поэтому если у вас есть москвичи, которые там фома неверующие Либо там еще кто-то Вы просто можете сказать, что они бесплатно могут прийти И наконец-то своими глазами, скажем так, увидеть человека, который может быть все это дело придумал Я не обещаю вам, но кто знает, может и приедет Анатолий Дарович А может и Виктор Бабурин будет Ну и по крайней мере посмотреть действующие модели 1 в 10 здесь будут, они как раз сейчас монтируются То есть на нашем стенде будут показаны действующие модели, которые вы видели на мероприятии на транс То есть то, что было показано там Далее, что хотелось сказать о компании Skyway Capital То, что она зарегистрирована в Великобритании То, что она занимается привлечением инвестиций И является официальным партнером В ролике увидели момент подписания договора И самое важное, то, что мы работаем на той же платформе под названием Crowd Investing Задача это привлечение максимального количества инвесторов на сегодняшний день На основе микрофинансирования То есть на выгодных условиях по-прежнему Уровень доходности пакетов в самом начале был от 250 раз до 1500 Разброс такой, в зависимости от стоимости, которую себе выбирали Сегодня от 30 до 300 раз ваши денежные средства могут приумножиться к 2017 году Когда мы планируем, что каждая отдельно взятая доля будет стоить 1 доллар США То есть сегодня очень выгодно инвестировать в наш проект Задача компании это создавать благоприятные условия для каждого отдельно взятого инвестора Максимально, скажем так, сопровождать это с точки зрения всех новостей, которые у нас происходят В нашем проекте, помогать вам выбирать наилучший способ, как стать совладельцем пакетов долей компании Для этого у нас работает служба технической поддержки 24 часа в сутки на сайте И в личном кабинете партнера есть окошко, куда вы можете писать и обращаться И отдел информационной поддержки в Москве, где работают более 10 специалистов На разных языках консультируют клиентов о том, кто мы такие, что мы предлагаем, какие шаги нужно предпринять Вплоть до того, какие платежные системы наиболее выгодны из таких регионов, в которых люди проживают и задают вопросы У нас есть целый ряд инвестиционных пакетов Как я сказал, на разный кошелек, на разные возможности у людей То есть, как я часто повторяю, что инвестировать в наш проект могут и пенсионеры, и студенты Не в плане того, что хочу кого-то задвинуть и по социальной лестнице опрокинуть Но это, в принципе, самые наименее защищенные слои населения практически в большинстве стран Но у нас даже люди из этих слоев могут стать совладельцами для начала, может быть, небольшого пакета А дальше и крупного пакета, и крупного портфеля инвестиций на выходе получить очень приличное состояние Минимальный пакет стоит 15 долларов США в стандартном исполнении Уровень доходности по нему на восьмом этапе составляет 30 раз То есть, фактически, за 15 долларов вы можете приобрести 450 долей компании Каждый последующий пакет стоит дороже Ну и уровень доходности, вы видите, в столбике возрастает 35, 45, 85, 90, 100 и так далее, и так далее Максимальный 300 за 150 тысяч долларов И вы видите, выделено за 1000 долларов пакет с уровнем доходности 150 Почему, вы потом поймете, когда я буду рассказывать об остальном У нас есть возможность приобретать рассрочки Как мы и говорили, это с конца ноября прошлого года Причем те люди, которые успели, скажем так, с... Не помню с какого числа, я помню с 17 ноября и до середины декабря Была возможность приобретать пакеты с уровнем доходности 600 И по мере выплаты рассрочки эти люди до сих пор сегодня могут оформить следующую С таким же уровнем доходности 600 Пакеты старт, сеньор, стабильный бизнес, они привычные Они работают у нас где-то с конца января, с 23 января 2016 года Единственное, мы начинали запускать их на шестом этапе, сегодня мы на восьмом Уровень доходности значительно снизился по этим рассрочкам Хотя он все равно считается выгодным Если вы еще делаете дополнительные усилия, даете информацию своему окружению Помогаете нам популяризировать наш проект У вас есть возможность заработать еще дополнительные начисления в виде акций В виде долей компании на ваши премиальные счета Условия, в принципе, прописаны по каждому пакету Недавно появился пакет бизнес-тарт, который рассчитан на 2 месяца по 300 долларов оплаты На выходе вы можете получить 75 тысяч долей Хороший выгодный дисконт, но если вы эту оплату сделаете в течение суток дважды по 300 Вам еще начислят дополнительных 75 тысяч, еще 24 В суммарном будет 99 Есть пакеты в рассрочку большего номинала От 500 долларов в месяц до 5000 долларов в месяц Как правило, эти пакеты покупают в основном люди, проживающие на территории стран Центральной, Восточной и Западной Европы Эти люди уже становятся владельцами миллионных пакетов долей компании Есть пакеты, которые можно приобретать на своих несовершеннолетних детей Которым от 0 до 17 лет Сделаю акцент, что внимательно читайте условия Не оформляйте эти пакеты на тех детей, кому старше 18 лет Либо на себя Потому что в конце выплаты рассрочки вы их оформить не сможете Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны Пакеты мультиплексатор, мультипликатор, точнее, иногда путаю их названия Они выгодны для людей, у которых уже есть достаточно приличный пакет долей компании в личном кабинете Но, в принципе, и для любого человека, который только начинает инвестировать в наш проект Потому что по мере выплаты рассрочки вам начисляется то количество долей компании Которые вверху, скажем так, внутри выделены От 140 до 150 миллиона Они плюсуются с теми пакетами, которые у вас были куплены до того С тем количеством долей компании И на все это начисляется дополнительно либо 1%, если выбрали первую рассрочку Либо 2%, либо 3% То есть очень выгодные условия Интересные условия У нас вернулся пакеты на транс, в линейку наших пакетов За 3 месяца вы можете трижды, скажем так, сделать оплату по 1000 долларов США И на выходе получить 600 тысяч долей нашей компании То есть первый дисконт 150, да? Такой же, как и в стандартном прайс-листе Как раз это то место, где я привлек ваше внимание 1000 долларов на инвестиции Вторая оплата, это 200 тысяч долей начисляется То есть дисконт по 1,2 стам И за третью оплату, если вы в течение месяца, не позднее После приобретения второго пакета купите третий Вам начислят еще 250 То есть суммарно получится 200 Средний, скажем так, дисконт По этим трем покупкам будет 1,2 стам У нас есть пакеты, скажем так, разового приобретения номиналом от 5000 до 50 тысяч долларов У них преимущество в том, что дисконт даже выгоднее, чем в рассрочку чуть-чуть Потому что люди сразу готовы вложить такие деньги И плюс есть возможность посещения территории экотехнопарка весной И высадить свое именное дерево, даже дерево эксклюзивной породы На территорию экотехнопарка С вашей табличкой именной Что вы являетесь инвестором в нашем проекте И вы, скажем так, поучаствовали в озеленении нашего экотехнопарка Для людей, кто нам активно помогает развивать наш бизнес То сами развиваются в нашем бизнесе По партнерской программе Есть пакеты, которые вы можете приобрести с бонусного счета Начисление за вашу деятельность информационную идет на бонусный И начиная с третьей квалификации нашей партнерки на акционный счет И пакеты, которые в нижней линейке сейчас находятся нашего экрана Их можно купить только с бонусного счета Соответственно, человек, который не строит партнерскую структуру Не развивает партнерский бизнес У него этой возможности нет Какие действия нужно предпринимать? Да, в принципе, простые Если вам понравилась идея Будьте искренни Будьте, скажем так, по-своему добры к окружающим И если им что-то нужно изменить в жизни в лучшую сторону Вы можете им предложить наш проект У партнерской программы существует большое количество преимуществ Завтра в 18 часов по Москве мы о них будем говорить И в пятницу в 13 часов И что хотелось бы отметить Помимо того, что вы можете получать прибыль в дальнейшем Построенных километров дорог в разных уголках земного шара В виде дивидендов С прибыли, которую компания будет получать У вас сейчас, благодаря партнерской программе Есть отличная возможность создать свой собственный бизнес Который вам позволит зарабатывать и получать Точнее создать доход Который будет вас кормить И давать вам, скажем так, положительный результат уже сейчас Даже если вы проинвестируете 15 долларов в США У вас есть возможность стать крупным инвестором в нашем проекте Важный момент То, что у вас никто не заставляет что-то подтверждать Какой-то квалификационный уровень У нас, скажем, накопительный маркетинг Который позволяет вам расти по карьере 6 ступенек у нас всего в карьерной лестнице Достаточно высокий процент выплат До 20 вы можете получать процентов От тех денег, которые привлекаете в наш проект И достаточно высокая глубина С которой осуществляются выплаты От 0,1, до 7 на втором уровне Вы можете получать От создаваемого товарооборота в вашей структуре Никто вас не ограничивает в количестве людей Которые могут прийти следом за вами в наш проект И бонусное награждение, как я вам сказал Начисляется на акционный и на бонусный счет На акционный, начиная с третьей квалификации То есть деньги, которые приходят на акционный счет Их можно реализовать только на приобретение пакетов Далей компании Бонусные деньги вы прави распоряжаться ими, как хотите Переводить в личные кабинеты других партнеров Выводить себе И тратить на то, что вы считаете нужным Либо покупать пакеты Далей компании на выгодных условиях Плюс ко всему, действительно, очень важным преимуществом Нашей партнерской программы является то, что вас никто не заставляет Делать какие-то жесткие обязательные объемы самому Какие-то закупки ежемесячные Либо ваши структуры Все, что вы сделаете, все ваше У вас ничего не отнимут И это большой плюс Для людей, которые развивают партнерскую программу Внутри личного кабинета реализован целый ряд инструментов Это реферальные ссылки То есть первый инструмент, благодаря которому у вас начинает развиваться структура Которую вы можете распространять посредством скайпа Других мессенджеров подобных Вайберы, ватсапы и так далее Электронные почты Далее, соцсетей У вас в соцсетях может быть сотни, около тысячи друзей В списке Вы можете им дать информацию о развитии нашего проекта Они могут зарегистрироваться по вашей реферальной ссылке Далее, план вознаграждения, который каждый из вас может скачать на свой электронный носитель Ноутбук, компьютер, планшет, смартфон И потом знакомить свое окружение с возможностью зарабатывать деньги уже сегодня Даннеры, которые можно использовать на своих интернет-ресурсах в виде блогов или сайтов Они меняют картинку Они разного размера Выкинутые вдоль, выкинутые поперек Квадратные, угловые и так далее То есть то, что вам подойдет, там вы его разместите Он меняет свой внешний вид Он 24 часа у вас стоит на странице Если ваша страница в интернете посещаема То есть вероятность того, что люди, нажимая на этот баннер Перейдут на наши интернет-ресурсы Ознакомятся с информацией И зарегистрируются А это ваши партнеры То же самое относится к разделам новостей внутри личного кабинета Вы можете людям отправлять информацию в социальные сети Там, где вы зарегистрированы И ваши друзья и группы, в которых вы находитесь Могут получить информацию о том, что вы что-то интересное выложили Люди перейдут по этой информации И кто-то из них зарегистрируется под вами К инструментам относятся огромное количество вебинаров Которые проходят фактически каждый день На 10 языках фактически сегодня уже вещается еженедельно Это живые мероприятия, которые проходят в целом ряде городов и стран Например, на прошлой неделе у нас были мероприятия 40 мероприятий живых Которые проходили в разных уголках земли В разных уголках земного шара Там был и Нью-Йорк, там была, скажем так, и Азия, и Африка И Европа, соответственно, да И там люди получали информацию о развитии нашего проекта Плюс ко всему различные обучающие, мотивационные мероприятия Которые у нас периодически проходят И промоакции нашей компании Это тоже инструменты развития бизнеса Узнать где, когда и во сколько будет проходить какое мероприятие Вы можете в разделе расписание вебинаров В разделе событий внутри личного кабинета В новом кабинете, который сейчас уже все больше, скажем так, используется в нашей компании Старые страницы уже многие не открываются Там разнесено по группам Расписание отдельно онлайн мероприятий, офлайн мероприятий Со списком ведущих, с телефонами, если это живое мероприятие Либо со ссылками на то мероприятие, которое вы увидели и решили посетить Заходите по ссылке, вводите свою электронную почту И как вас зовут Можете город писать Нажимаете войти и вы на вебинаре В целом То, что мы с вами сейчас рассмотрели О чем мы с вами говорили Действительно отличная возможность Принять участие в проекте, который Очень круто может изменить жизнь земли Сделать лучше, скажем так, условия проживания Жителей этой планеты Развернуть экологическую ситуацию Вспять И в итоге мы с вами сможем передать эту землю Своим потомкам Ну и каждый из вас при этом еще сможет очень здорово Поправить свою финансовую составляющую жизни То есть, если вас что-то не устраивает Процентов 80-90 того, что нам необходимо И то, что мы не имеем Оно решается при помощи денег При помощи денег, наверное, не решаются такие вопросы Как здоровье, любовь и дружба Остальное, в принципе, как правило Измеряется в денежном эквиваленте Поэтому у каждого из вас эта возможность есть Здесь вы видите координаты наши в Москве Приходите, но предварительно, прежде чем прийти Позвоните, поговорите с менеджером, который вас встретит И вам где-то 10 минут уделят 15 Просто уважайте наше время тоже Наши менеджеры работают Специалисты отдела IT, которые здесь находятся, работают Специалисты финнадела работают То есть, служба реестра тоже работает Поэтому много времени, к сожалению, уделить не сможем Но, тем не менее, и не будем прятаться от вас Помимо тех вопросов, которые есть в чате Если еще есть, пишите 15% я вижу, за меня уже ответил И будуло, спасибо вам Про выставку тоже написали Подтвердили, да, с 30 ноября по 2 декабря Про действующие модели я уже сказал Что в Москве сейчас не будет действующей модели По поводу новостей из Экотехнопарка Я вам сказал, что сейчас идет полностью подготовка Завтра планируется демонстрация действующих промышленных образцов Моделей транспорта Skyway Мы тоже, как и вы, ждем новостей оттуда Ну, на этом тогда у меня все Если больше нет вопросов Вы знаете, вы можете получить сертификат, если вы их оплатили Если вам не оплачен сертификат, не вопрос Только заранее опять звонок И чтобы менеджер мог договориться, что в какой-то из дней вы придете И чтобы служба реестра в этот день вам выдала сертификат Вот такие дела София, не могу вам сейчас точно сказать, когда это произойдет Но это может произойти быстро Да, потому что вот сейчас эти мероприятия, которые нас ждут И выставка, и демонстрация моделей Может привлечь сразу, скажем так, ту сумму денег Которую нам хватит на выполнение восьмого этапа И мы можем перейти сразу на девятый А если их придет больше, то может, как говорил Анатолий Городович Уницкий Мы можем перейти на десятый и на одиннадцатый Потому что все зависит от того, какие деньги придут Потому что вы знаете, мы говорили о четком бизнес-плане Разбито поэтапно, сколько денег мы планировали привлечь На первом этапе, на втором, на третьем И, соответственно, есть четкий план работы, что нам нужно выполнить До семнадцатого года, как мы планировали И по приходу денег, если вот сейчас быстро придет вал, как мы говорим Придут крупные инвесторы Будет видно, ага, вот этих денег нам хватит, например, на те работы Которые у нас там с учетом двенадцатого этапа Соответственно, может начаться тринадцатый этап Понимаете, да? Я сейчас ни в коем случае вас не пытаюсь там дезинформировать Но Юницкий говорил, что если придет большая сумма денег Мы можем перескочить этапы Вот таким вот образом Точной датой, к сожалению, сказать не могу Я вам уже ответил, что сертификация будет осуществлена После того, как пройдут промышленные испытания Сначала демонстрация, потом промышленная отработка Вы понимаете, да? То есть сертификация не делается за день По поводу роликов записи будет или не будет Если будут снимать на Эко-технопарке Нам что-то покажут А возможно, съемка будет запрещена Потому что тот, кто внимательно следил Видели, да? Когда установили легкие, скажем так Легкую путевую структуру для юнибайков У нас видео не показали Просто фотография, причем такая расплывчатая Сейчас вы ролики видели На горизонте маячили Эти струнные рельсы натянутые и так далее Не все уже сейчас можно показывать Но что-то наверняка покажут И отчет дадут Давайте подождем чуть-чуть Завтра еще, скажем, в предвкушении А может после завтра уже появится первый материал Ну секрет Большой секрет для маленькой Для маленькой такой компании Огромный такой секрет Помните песен есть такая? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-па-пам-бара-па-пам-пам-пам-пам-пам-пам Все, коллеги, у меня все Всем отличного настроения Продуктивной недели Да, и пусть она, скажем так Наше ожидание оправдает Даже превзойдет Я вам этого всем желаю, чтобы наш проект на этой неделе получил очень серьезный толчок. Ну а каждому из вас в личной вашей жизни, чтобы все было отлично. Начиная со здоровья, заканчивая просто отличной улыбкой, с которой вы будете засыпать вечером, и с такой же просветкой.